всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео хотел поговорить о таком важном вопросе как творческая самодисциплина потому что я знаю что у многих моих коллег и у меня и моих учеников с этим бывают проблемы когда касается дела как вот конкретная трека работы какой-то и так далее я хотел бы наметить такой некий ну тоже чек-лист по которому стоит себя подготавливать настраивать в первую очередь психологически потому что ты им такой больше психологический момент нежели технический чтобы именно вот двигаться по творческого этому процессу максимально эффективно быстро и но не растягивать все это на долгие годы потому что если вы следите за всякими шутками мемами на музыкальную тему то наверняка вы видите постоянно шутки про то что там демки лежат с 2014 года и до сих пор они на стадии демка и так далее или там из разряда что в этом году твой альбом так и не выйдет вот поэтому на самом деле тем очень актуально и я знаю многие есть страдают в том числе и успешные музыканты артисты русские российские западные поэтому я сам тоже периодически есть страдаю и вот я решил собственно на эту тему в этом видео поговорить и так я вот отметил такие пять основных пунктов сейчас я их чуть-чуть расскажу первое это наметить зону ответственности это имеется ввиду если вы работаете один или вы если вы работаете в команде есть вы работаете один то конечно тут чуть чуть посложнее потому что у вас велик соблазн все это дело растягивать например если вы автором проконки инструментальной музыки или вы сам же сами же поете например или читаете если это рэп хип-хоп и сами же себе делаете биты то очень легко расслабиться сказать что ну как будет готова тогда выпущу как будет готова тогда напишу запишу и обязательно нужно себе ставить какие-то некие мини дедлайны и как-то себя вот так вот немножко пинать как говорится может быть даже попросить кого-то из своих друзей чтобы они периодически вас спрашивали а там когда будет трек готов это очень на самом деле мотивирует чтобы не вот этот не растягивает резину на по работе на трекам потому что самом деле уже достаточно сегодня тех знаний которые у вас есть чтобы сделать хорошую музыку понятное дело что в процессе вы быть что-то новое скажем так узнавать но если вы уже вот нацелены на то что вот сейчас сесть и написать что-то какую-то музыку скорее всего у вас уже есть нужный нужная база знаний понятное дело что можно бесконечно обучаться бесконечно смотреть курсы бесконечно смотреть видео изучать новые синтезаторы скачивать новые плагины я сам знаю что очень многие этим страдают и это на самом деле большей степени мешает нежели развивает потому что вы просто замусориваете своего рабочее пространство свое свое внимание рассеиваете на все это вместо того чтобы написать трек вы больше думаете о том как бы мне этот синтезатор освоить какие бы пресеты бы для него найти скачать и так далее то есть вы немножко отходите от создания песни потому что на самом деле классную песню можно сделать и просто взяв руки одну гитару поставив микрофон и хорошо спев то есть уже можно сделать классный трек вообще не заморачиваясь со всеми этими синтезаторами драм-машинами лупами понятное дело что хочется сделать интересней качественник круче и рост сам вот это самостоятельный по обучению он обязательно важен обязательно и вот этот выделять некий буфер времени на именно самообразование обязательно нужно то есть вы должны смотреть видео вы должны развиваться вы должны какие-то курсы смотреть без этого будет простоять на месте но когда у вас стоит четкая постановка что мне нужно сейчас сделать какой-то трек вы должны это все абстрагируется взять тот набор инструментарий который у вас сейчас есть в голове в руках на компьютере с помощью него сделать постараться сделать максимально классный качественный результат можете ориентироваться для это на референс н当 реке на что угодно сделать результат то есть это очень важно потому что когда вы работаете один очень легко с этого пути сбиться если вы работаете в команде там чуть проще но опять же нужно тогда наметить зону ответственности в точке мы здесь написано потому что когда один человек ленится это одно когда два или три человека одновременно ленится, это гораздо хуже, потому что один начинает как-то входить в зону активности, другой при этом ленится, они начинают ссориться, говорят, а ты ничего не сделал, а тот говорит, а ты вот тогда тоже ничего не сделал, и вот так далее, и там подобное, и все это дело разрушивается, и сколько таких проектов распадалось именно вот из-за такой вот либо лени, либо какой-то неорганизованности, либо отсутствие вот таких обсуждений зон ответственности и так далее, поэтому обязательно потратите на это время, и какие-то даже ну такие можно делать аффирмации, декларации, что вот я там обязуюсь там доделать барабанную партию допустим для этого трека, к следующим выходным, вот, и вы это об этом сообщаете своим коллегам, они с вас потом спросят, и это на самом деле очень мотивирует, реально мотивирует, это вас немножко зажимает в рамки, и эти рамки вам помогают двигаться вперед, то есть не сидеть на одном месте и стагнировать, и говорить ой, сейчас я перебираю разные звуки, а сейчас я тут скачаю еще один набор сэмплов, а тут я сейчас еще посмотрю видос, как эти можно всякие биты интересные сделать, и вот потом я сяду и сделаю этот бит, вот это очень, на самом деле, мешает именно результату поэтому лучше постоянно что-то писать, делать и потом, если прям вот нужно будет, вы поймете, что вот у вас какое-то новое знание появилось, лучше взять и сделать новый трек с этими знаниями, чем пытаться на одном треке вместить все, что вы только узнаете, там, на всю жизнь, вперед вместить в один трек давно присматриваетесь к курсам logic pro help и не знаете, какой приобрести первым, ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов, но теперь все стало гораздо проще, мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой, объединенные общей темой, если вас интересует быстрый старт изучения logic pro, аранжировка, сведение или мастеринг, теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том, что получите самые полные и исчерпывающие знания, которые вы получили. по интересующие вас теми и по очень привлекательной цене, переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. Следующий пункт это план по работе на композиции, но здесь в принципе я тоже уже частично упомянул, то есть должны быть некие дедлайны по каким-то партиям, вы это можете распределить либо между своими коллегами, либо если вы сами делаете, то между собой, вы говорите, что вот в эти два дня я занимаюсь только вот такими партиями, больше ничем, вот мне обычно ни о чем не думаю, только ударный бас, все, вы сделали, дальше вы там записываете, например, только вокал, гитары какие-то и так далее, то есть вы обязательно должны расписать этот мелкий план, мелкие шаги по работе на конкретной композиции, то есть не просто сделать трек, а именно сделать, написать барабаны, там сделать припевные барабаны, сделать барабаны там в какой-нибудь проигрыш, сделать бас, придумать там в концовку, то есть это все нужно выписать. И прямо вот вы садитесь за компьютер, открываете этот чек-лист и прямо вот фокусируетесь на ближайшем пункте и только над ним работаете, ложитесь спать на следующий день по той же схеме, даже если у вас там в день остается полчаса всего лишь на музыку, на работу с треком, это очень помогает, то есть вы четко фокусируетесь на мелкой детали, ее делаете и все, на следующее утро вы можете переслушать, понять, что где-то вы что-то недоработали или поспешили, или может быть не очень хорошо работает, внесли коррективы, это нормально, никто не говорит, что вы должны прям вот за час все сделать, если не сделали, то все с этим и оставляйте. Конечно же можно перерабатывать, переделывать, это норма, но вот этот некий ориентир, такой скелет должен быть, вот, ну то же самое касается вот этих всех таких основных пунктов, я думаю, что вы и сами можете для своей конкретной ситуации их еще тут добавить. Далее это умение визуализировать, конечно, результат, это тоже очень важно, потому что без него очень сложно делать вот эти вот все шаги и ходы, то есть если у вас нет конкретного вот этого звучания в голове, чего вы хотите добиться, когда вы создаете трек, очень сложно к чему-то приходить, то есть вы будете бесконечно перебирать пресеты, менять темпы, менять тональности, когда у вас нет, менять стилистику, то есть когда у вас нет вот этого ориентира, очень сложно, поэтому я всегда советую как-то в голове представить, как вы хотите, чтобы звучал трек, в мы в минимальных деталях то есть какая будет гитара если она будет какой будет бас живой электронный какие будут барабаны электронные или живые что они будут делать найти какие-то даже может быть референсы для каждой из партий то есть здесь не нравится как база звучит я какую-то идея отсюда позаимствую здесь мне нравится как барабаны сделаны что-то подобное сделал здесь мирать как вокал там спит звучит и так далее то есть это обязательно нужно заранее понимать когда вы садитесь за работу над треком иначе без этого просто будет бесконечно работать все перебирать вам будет время казаться что что-то не то не качает это не заходит а это все потому что вас изначально не было видение что вы пытаетесь сделать вы просто делаете то что вы умеете как ты-то тяп-ляп друг с другом собираете естественно в трек из этого не получается поэтому тоже очень важный момент ну про постановку сроков я уже сказал в этих то есть это уже очень важно ставить сроки у каждого из пунктов чек-листа и борьба желанием все переделать доработать чуть-чуть это тоже я в принципе уже упомянул но еще раз на этом сфокусировать то есть это борьба на все время происходит постоянные желание что вот я сейчас могу лучше спеть вот и сейчас могу лучше перезаписать эту партию вот сейчас я чуть лучше звук накручу это бесконечно вот я вам гарантирую с ростом вашего опыта послушав там через год через два тот трек который вы делали несколько лет назад у вас ром будет желание даже если он будет супер круто сделан он будет супер популярен там играть по всей по всем радиостанциям вы будете им гордиться у вас там будет прям призвание от этого трека все равно где-то на подсознательном уровне как творческий человек вы будете чувствовать что я вот там чуть-чуть мог бы переделать доделать я раньше кстати когда смотрел всякие интервью известных музыкантов которых спрашивали про их какие-то культовые соло там гитарные или про культовые какие-то треки я постоянно отмечал что эти музыканты они как-то так все время при этом как немножко жмутся как начнет куда-то глаза уводить я думал что это скромность что они там но немножко стесняются что вот их тут так расхваливают а потом я понял что на самом деле у них очень много вот этих вот таких вот скрытых гештальтов осталось по поводу этого трека потому что как правило вот эти все такие уникальные композиции которые мы все до сих пор знаем из прошлого века из текущего века они все были по-любому сделаны под неким давлением со стороны менеджмента со стороны лейбла то есть лейбл говорил что там не хватает денег нужно быстро заканчивать запись нужно поскорее выпускать и все эти музыканты они все равно где-то все в голове понимали что они бы могли это еще сделать получше это соло который считается уникальным могло быть еще круче но это только для собственно самого вот этого музыканта он это понимает нам всем как слушателям кажется блин эта песня просто гениально еще учу ему еще не хватает все супер но для него для того как для творческого человека он понимает что он бы мог бы что-то доделать это я к тому что даже если у таких людей возникает желание тучу же говорить про начинающих музыкантов про тех кто только делается первые шаги в творчестве у них это желание в 10 раз более выявлено потому что есть с кем конкурировать есть на кого ориентироваться и к ты слушаешь свои работы как еще только начинающий конечно же ты слышишь больше косяков больше недоработок и зато желание постоянно что-то доделывать постоянно что-то переделать она очень огромна я это все к тому что обязательно нужно ставить себе вот такой некий блок что все вот на данном этапе этот трек готов я выделаю его публикую его как-то двигаю продвигая потом возможно возможно так через какое-то время вы поймете что этот трек был настолько крут но был не настолько классно доделан по каким-то моментом что вы сделать просто ремикс на него ремастер там конь тире make мы постоянно видим тоже у артистов выходит при какой-нибудь альбом там спустя 20 лет переиздается или перезаписывается песня которая была там сыграна еще восьмидесятых с новым звучанием с новым с новыми инструментами с новыми возможностями это норма это абсолютно нормально но это скажем так хорошо когда у вас уже был какой-то результат пусть представьте если на протяжении 20 лет Вы пытались хатрек сделать так как не выпустили только через 20 лет выпустили это одно чем когда выпустили какой-то вариант который вы здесь сейчас получили дальше развивались 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 и потом через до след решили к нему вернуться его переделать и сделать второй вариант поверьте этот второй сценарий гораздо более продуктивный гораздо более интересный Чем пытаться в течение 20 лет Ну это я, конечно, утрирую 20 лет, но чтобы вы понимали Сделать один и тот же трек Его постоянно дорабатывать, переписывать, менять тональности Менять инструменты, менять стилистику Ну, то есть, я думаю, вы поняли Идею, поэтому нужно обязательно Вот это вот ставить себе некий блок И бороться вот с этим желанием Все переделать, доработать, попробовать Еще что-то, какое-то знание Получить дополнительное, которое не хватает Чтобы сделать еще лучше То есть, тут нужен баланс Конечно же, не нужно делать все тяп-ляп и выставлять Поскорее в интернет, чтобы вы поскорее всего Услышали вашу работу, потому что, скорее всего, ее не примут Скажут, что какая-то сырая Фигня, не качает, не слушается То есть, конечно, нужна будет Какая-то некая доля Адекватности в этом плане Может быть, даже фокус-группа То есть, у вас должны быть какие-то люди Желательно, там, какие-то Не самые близкие, там, родственники и прочие Потому что они будут, скорее всего, вас расхваливать А именно такие максимально Объективно, насколько это возможно Люди, которые вам скажут, что вот им, конкретно, что-то нравится Что-то не нравится А вы уже должны понимать Прислушиваться к этому или не прислушиваться То есть, насколько вам мнение авторитетно для вас Вы уже будете понимать, прислушиваться или не прислушиваться Как бы это сложно не было Потому что я на ранних этапах своей практики Тоже очень часто у меня Благо, у меня были хорошие наставники Им такие уже опытные звукорежиссеры И, конечно, как бы мне было Не больно для моего самолюбия Слушать критику Я ее старался принять Где-то, конечно, я был не согласен Где-то я был согласен Где-то я прям так Понимал, что, блин, я где-то в подсознании так и думал Но пытался это себя как-то уболтать Что да ладно, и так сойдет И вот приходилось как-то все переделывать Доделывать Но это как бы здравые доработки А вот когда не здравые доработки Это когда вы в вакууме сидите Ни с кем не советуетесь Думайте, сейчас я еще-еще-еще доработаю И только потом покажу кому-то Тратите кучу энергии Вам уже этот трек уже просто бесит Вы уже его не можете слышать А при этом его еще никто на планете Земля, кроме вас, не слышал То есть представьте нонсенс этой ситуации То есть вы сами уже Вам трек надоел При том, что народ его даже еще не слышал Вот, поэтому, конечно же Что уж говорить о дальнейшей потом работе с этим треком Когда вы его уже ненавидите искренне А вам нужно его как-то пиарить Доносить до людей Развивать и так далее Поэтому очень важна вот эта вот дисциплина Ну что ж, я думаю, тут у меня все Все мысли основные я сказал Думаю, что все понятно Дальше вы уже сами сможете что-то додумать Если я что-то не успел озвучить Если у вас какие-то остались вопросы И какие-то свои истории Как вы боретесь с этой вот С желанием сюда работать Как вы настраиваете свою дисциплину творческую Обязательно пишите Я с удовольствием прочту Ну а мы с вами увидимся уже в следующих видео С вами был Дмитрий Урсул Всем успехов в творчестве Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok